Билли Айлиш – главная мировая звезда, родившаяся в этом тысячелетии. На недавней церемонии Грэмми она стала первым исполнителем за последние 39 лет, взявшим 4 главные награды – альбом года, песня года, запись года и лучший новый артист. Певица собирает огромные площадки по всему миру, билеты раскупаются за считанные часы. При этом Билли только недавно исполнилось 18. Песню Ocean Eyes, которая начала свою популярность, она записала в 13 лет и выложила на стриминговый сервис. Композиция быстро набрала первую тысячу прослушиваний и привлекла внимание музыкальных лейблов. Конечно, это не первый случай, когда лейблы заметили молодого исполнителя в интернете. Яркий пример Джастин Бибер – поп-певец, начавший карьеру в 2008 году в возрасте 14 лет. Он получил предложение от продюсеров благодаря записям песен на ютубе, которые старательно выкладывала его мама. Несмотря на большую популярность, на Джастина обрушилась и огромная критика за слишком слащавый образ и банальные сюжеты песен. Многие воспринимали Бибера как бездушный коммерческий продукт для маленьких девочек. В отличие от Бибера, Билли Алиш не вписывается в стандартный типаж подросткового поп-идола. Ее музыка – уникальная смесь разных жанров. У нее определенно есть свой стиль и талант. Вероятно, ее секрет кроется не только в творчестве, но и в образе в целом. В том, что она транслирует миру. Задумывались ли вы, почему этот образ так резонирует с современными подростками? Что в нем такого? Что вызывает восхищение миллионов? Есть ли в нем искренность? Или это тоже массовые продукты, разработанные командой пиарщиков под потребности тинейджеров? Попробуем разобраться в этом и заодно понять, чем вообще нынешнее поколение отличается от предыдущего. Это очень важно. Сейчас очень непростое время. Коронавирус, карантин, падение рубля. Однозначно нестабильная ситуация. Можно спорить сколько угодно, раздута эта проблема или нет, но факт остается фактом. И я считаю, что даже к таким условиям нужно уметь адаптироваться, а не жаловаться, как все плохо. В условиях карантина сейчас очень важно оставаться дома, но и при этом необходимо все-таки продолжать делать покупки. И сейчас главное делать это выгодно. Например, есть сервис Копикод. Это кэшбэк-сервис, который сотрудничает с интернет-магазинами и возвращает часть средств, потраченных на покупки. Например, я хочу заказать себе продукты. Перехожу во вкладку «Магазины», «Доставка продуктов и еды» и выбираю нужный мне и получаю определенный процент кэшбэка обратно. Согласитесь, это очень удобно и позволяет грамотно распорядиться своими средствами. Так же можно делать и в других магазинах. Например, покупка техники, разные магазины Алиэкспресс, Асос, Беру и другие. В настоящее время кэшбэк можно получить более чем в тысячи магазинах до 46%. Я оставлю ссылку в описании, вы можете перейти самостоятельно, ознакомиться со списком магазинов и, что самое главное, соблюдать правила изоляции и распоряжаться деньгами грамотно и с умом. Сейчас это очень важно. Теория поколений, созданная Уильмом Штраусом и Нилом Хау, говорит о том, что люди определенной возрастной группы разделяют особый набор убеждений, отношений, ценностей и моделей поведения, так как они росли в одинаковых исторических условиях. Билли Алиш, как и большинство ее фанатов, относится к поколению Z, люди, родившиеся после 2000 года. Представители этого поколения называют зумеры или цифровые аборигены. Зумеры с рождения живут в мире молниеносного интернета, видеостримов и соцсетей. Более половины из них используют такие сервисы, как Snapchat, Instagram и Facebook несколько раз в день и транслируют 23 часа видеоконтента в неделю. Нынешние подростки – это те, кому с раннего возраста давали в руки гаджеты, чтобы успокоить или чем-нибудь занять. Естественно, это влияет на развитие ребенка и его дальнейшее поведение. Психологи все чаще отмечают у детей синдром дефицита внимания и гиперактивности, отсутствие концентрации, неумение откладывать удовольствия и непереносимость скуки. Некоторые специалисты уже всерьез озабочены цифровым слабоумием, который овладевает миром. Неудивительно, что меняется и форма потребления контента. Поколение X выросло на книгах, поколение Y или миллениалы на телепередачах и журналах. Для поколения Z уже статья в интернете или длинное видео считается сложным форматом для усвоения. Главный тренд сегодня – TikTok, видеохостинг с роликами длительностью меньше минуты, в основном 10-15 секунд. Старшее поколение раздражает примитивность подросткового контента, а также обилие мата, непристойного поведения, чересчур откровенных тем. Однако, подобные обвинения в сторону молодежи встречались во все времена. Такое отношение взрослого поколения к молодежи объяснимо. Мозг человека часто не желает воспринимать позитивно что-то новое. А с годами многие привыкают смотреть на все сквозь призму утверждения «раньше было лучше». Но правда ли, что новое поколение стало более примитивным и поверхностным? Или они просто по-другому смотрят на мир? Чем именно зумеры отличаются от миллениалов? Такие вопросы изучают не только психологи, но и маркетологи. Ведь для того, чтобы завоевать поклонников бренда, важно понимать глубины ценности и потребности молодой аудитории. Проведенные исследования вывели несколько особенностей поколения Z. Давайте рассмотрим основные и проанализируем, как образ Билли Алиш резонирует с ними. Вместо стремления к общепринятому эталону красоты и успешности, приоритетом для поколения Z становится индивидуальность, нахождение собственного стиля и пути в жизни. Подтверждением может быть даже тот факт, что подросткам стали чужды субкультуры, которые полвека играли важную роль в самоопределении молодежи, влияя на внешний вид, поведение, отношение к жизни и круг общения. Субкультура была неким проявлением коллективизма, который сейчас сменяется индивидуализмом. Однако, в подростковый период, когда дети психологически отделяются от родителей, им все же важно чувствовать принадлежность к социуму, получать внимание и признание от сверстников. Сейчас причастность или иллюзию причастности можно почувствовать через сеть. Для этого даже не нужно собираться вместе в реальности, и это тоже стало одной из причин отмирания субкультур. Важным элементом субкультур было и то, что они строились на противопоставлении разных жанров музыки. Но сейчас, благодаря глобализации и цифровизации, грани между жанрами постепенно размываются, и такое противопоставление теряет актуальность. Так и музыку Билли Айлиш сложно отнести к какому-то из стандартных стилей. Это и поп, и инди, и трэпы, и мрачная электроника, совмещенная с хриплым шепотом и необычными звуковыми эффектами. Сама Билли отказывается давать название своему стилю. В трех словах говорите, хрен его знает. Внешний образ и манеру поведения Билли тоже сложно уместить в рамке конкретного стиля или жанра. Она придерживается одного правила. Нет смысла делать то, что тебе не хочется. Во всех интервью Билли отмечает, что стремится максимально быть собой, не подавлять своих чувств, не играть какой-то образ на публику, и похоже, что это действительно искренняя позиция. Билли замечает, что в шоу-бизнесе молодые девушки чаще других словно делают то, чего ждет от них аудитория. По мнению артистки, это следствие того, что женщины с ярким образом, не вписывающейся в рамки, по-прежнему вызывают волну хейта в обществе. Это дико для Билли, и она не согласна подчиняться таким правилам. Визуальный образ артистки демонстрирует это. Мешковатая одежда, волосы кислотных цветов, при этом максимально естественный макияж, создающий впечатление, что она и вовсе не накрашена. Билли явно не выглядит типично для молодой поп-принцессы, не эксплуатирует сексуальный образ. Мешковатая одежда не только уникальный образ, но и своеобразный защитный кокон от обсуждения ее фигуры и поиска изъянов. В рекламном ролике для Кельвин Клейн Билли заявляет, «Я не хочу, чтобы обо мне знали все. Никто не будет выражать свое мнение о моей фигуре, поскольку никто ничего не видел. Никто не скажет, она тощая, или она толстая, у нее большой зад, или у нее маленький зад. Никто не сможет сказать ничего, потому что они не знают». Но буквально недавно она показала аудитории обратную сторону. Она разделась в своем ролике, тем самым подчеркнув не сексуальность, а абсурдность обсуждения темы внешности. Отказ от восприятия женщины как сексуального объекта и привлечение внимания к тому, чего хочет сама женщина – актуальная тенденция последних лет. Поэтому такая позиция Билли воспринимается обществом позитивно. В подростковом возрасте отношение к собственной внешности очень критично. Звезды, демонстрирующие совершенную фигуру, еще больше вгоняют девочек в комплексы. Билли Ай лишь наоборот – мотивирует их перестать сравнивать себя с идеалом и зависеть от чужих оценок. При этом Билли не осуждает и тех, кто открыто демонстрирует свое тело. Она считает, что это тоже не должно быть поводом для шейминга. «Мне не нравится этот странный новый мир, где поддерживают меня, при этом осуждая тех, кто не девается, как я». На недавнем концерте в Майами Билли показала видеоролик, где в весьма провокационной манере выступает против бодишейминга в любом виде. Билли рассказывает, как устала от постоянной критики своей внешности и стиля одежды. В невербальном поведении Билли также подчеркивает ее естественность. Она ведет себя непосредственно и раскованно, активно жестикулирует. Ее мимика очень подвижная, постоянно проявляются различные эмоции. Билли принимает уверенные и расслабленные позы, например, раскинувшись кресле, запрокинув руки за голову. Телодвижение девушки очень живое и активное, может вскакивать, вертеться, залезть на кресло с ногами. Все это не жесты неуверенности, а проявление энергии и переполняющих ее эмоций, которые она не привыкла сдерживать. Это следствие того, что родители, которые сами являются артистами и творческими людьми, не пытались подавить ее детскую непосредственность, заставляя сидеть тихо и вести себя прилично. Билли может состроить смешную рожу, хрюкнуть, поковыряться в ухе или в носу, сделать отрыжку на камеру. Речь Билли также очень эмоциональна и живая. Она не привыкла долго подбирать слова и контролировать каждое слово. Очевидно, ей не свойственно переживать, чтобы не сказать чего-то лишнего. Билли не смущает обсуждение тем, о которых старшее поколение, скорее всего, отказалось бы говорить на публику. Это ярко демонстрирует отношение зуммеров ко многим вещам в жизни по принципу «что естественно, то не безобразно». Такая черта часто раздражает старшее поколение, для которого такие темы табу. Внешность, манера речи и поведения могут рассказать много о человеке. Билли Алиш всем своим видом говорит миру «Я веду себя, как хочу и играю по своим правилам». Вторая особенность поколения Z – зуммеры не верят в идеальный мир. Согласно исследованиям, представители поколения Z придерживаются более реалистичных взглядов, чем миллениалы. Зуммеры хотят видеть правду, а не идеальную картинку. Визуализации безупречной, счастливой, беспроблемной жизни не резонируют, потому что они не настоящие. Наступила некая эра откровенности, когда все начали признавать, что проблемы с физическим или ментальным здоровьем – это нормально. Стало даже модно посещать психологов, заниматься собой и делиться этим с общественностью. Поэтому выражение таких тем в творчестве находит отклик у аудиторий, а знаменитости, говорящие о них, вызывают уважение и симпатию. Творчество Билли Алиш не ограничивается подростковыми темами о неразделенной любви. Поколение Z интересует другое. И Билли записывает песни о сонном параличе, кошмарах, фобиях и ментальном здоровье. Например, один из известных хитов «Блейк» – «Откровение психопата, убившего всех своих друзей». В своих клипах Билли ест пауков, плачет чернильными слезами, выползает из болота в виде монстра. Все эти темные и мрачные образы на подсознательном уровне отсылают нас к психологическим проблемам. В клипах много метафор. Например, вода в некоторых видео символизирует, как героиню затопляют сильные эмоции. Билли поднимает проблемы, актуальные для многих подростков. В этот период биполярные расстройства, шизофрении и прочие тяжелые психические заболевания проявляются чаще, чем в другие отрезки жизни. Часто возникает подростковая депрессия, подавленное настроение, пессимизм, ощущение собственной никчемности и мысли о суициде. Этому есть научное объяснение. В этот период уже развита лимбическая система мозга, регулирующая эмоциональную сферу. А часть коры больших полушарий, отвечающая за критическое мышление, умение планировать и действовать обдуманно, созревает позднее. Поэтому депрессия и прочие ментальные проблемы не выдумка, а реальность для многих подростков. Казалось бы, поколение Z выросло в довольно тепличных условиях. В западном мире, да и в России, начало нового тысячелетия было довольно спокойными. Ни войны, ни революции, ни катастрофических экономических кризисов. Когда не надо думать о борьбе и выживании, людям нужно как-то грамотно распорядиться свободным временем, что, оказывается, тоже представляет проблему. Люди больше задумываются о смысле жизни, о своем предназначении, проявляется экзистенциальный кризис. В такие времена количество тревожных и стрессовых расстройств и депрессий только возрастает. Что касается Билли Алиш, в 2016 году она получила травму, закончившую ее танцевальную карьеру, что стало большим поводом для расстройства. А в 2018 у нее диагностировали клиническую депрессию. Известность свалилась на артистку слишком быстро, а она не была к ней готова. Билли раздражала, что она уже не могла тусоваться с друзьями, как обычный подросток, и даже просто выйти в магазин. Несмотря на всеобщее внимание, она чувствовала одиночество и опустошенность. Билли призналась, что терапия, поддержка семьи и терпение помогло пройти через тяжелый период и не бросить музыку. По словам Алиш, она рассказала публике о своей депрессии, чтобы люди знали, что можно выкарабкаться даже из самого плохого состояния, когда думаешь, что уже никогда не будешь счастлив. В сложные периоды Билли признавалась в интервью, что ненавидит тебя. Я правда, 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 правда себя ненавидую. Ты можешь чувствовать себя невероятно потерянной и отвратительной, будто ты ничто и пустое место. И все это без какой-либо причины. Задумайтесь, как подобные заявления влияют на отношение подростков к артистке? Понимание факта, что даже такая популярная и успешная личность, как Билли Алиш, ненавидит тебя, испытывает депрессивные чувства, несет определенный терапевтический эффект для психики юных фанатов. Они понимают, что не только им присуще это ощущение, а внешняя красота и успех не гарантируют уверенность в себе и счастье. Поэтому такая откровенность со стороны Билли вызывает чувство сопричастности, доверия и близости. При этом Билли отражает и другую черту поколения Z и нынешней эпохи. Принимая мрачность ситуации, иронизировать, стебаться над проблемами. Как же бесит постоянно это чувствовать. Если кто-нибудь такой, боже, ты такая убитая, это раздражает, ведь ты всегда ужасно грустная. А я говорю, я знаю, это мне приходится быть этой сукой все время. Помимо типичных трудностей подростков, у Билли есть и специфическое расстройство – синдром Туретта. Он проявляется в периодических моторных тиках, моргания, поднимания бровей, выпучивания глаз. Билли долго не упоминала о нем, так как не хотела, чтобы синдром определял ее личность. После того, как в сети появились смонтированные ролики со странностями в ее мимике, она написала пост о своем синдроме. Вопреки страхам Билли такой камин-аут не испортил ее имидж, а наоборот создал тесную связь с частью аудитории. Словом, кумир с проблемами гораздо интереснее современному зрителю, чем идеальная картинка. Особенно если зрители и сами ощущают те же самые трудности, они гораздо больше проникаются пониманием и привязанностью к артисту. Поэтому не идеальность Билли Айлиш точно не проблема для ее фанатов, а наоборот то, что сближает и вызывает эмпатию. Билли заботит и актуальные общественные проблемы. Например, она выступает против кибербуллинга, виртуальной травли, с которой сталкиваются многие в современном мире. Ее песня «When the party over» была использована в социальной кампании против травли детей в интернете. Также Билли призывает наносить меньший вред природе. Она выросла в вегетарианской семье и никогда не ела мясо, а несколько лет назад стала веганом. В то же время Билли считает, что не стоит давить на людей, убеждая последовать ее примеру. Каждый должен решать сам. Я никогда не тыкаю своим мнением в лицо другим людям. Я всегда была вегетарианкой, но я никогда не делала вот так. Не ешь это, да? Мне плевать, что ты там ешь. Ешь, что хочешь. Такое осознанное отношение ко многим вещам также положительно влияет на образ Билли и создает связь с людьми, поддерживающим аналогичные идеи. Еще одна особенность поколения Z, которую Билли отлично ощущает – зумеры хотят быть ближе к кумирам. В целом, подростки во все времена мечтали об этом. Но если миллениалам в юности хватало видеть звезд по телевизору и на обложках журналов, то для поколения Z очень важна возможность общения с кумиром, появившейся благодаря интернету. Билли Айлиш еще совсем недавно сама была простым подростком, фанатеющим по Джастину Биберу. Она целовала его портрет перед сном и даже не могла представить, что скоро познакомится с ним лично. Билли мечтала, чтобы ее кумиры были ближе, и поэтому с приходом популярности решила сама стать таким кумиром. Билли не показывает, что она выше своей аудитории. Предпочитает вместо слова «фаната» использовать слова, выражающие более близкие и равные отношения, такие как «мои люди». Она разговаривает с поклонниками на концертах, часто спускается в толпу, протягивает руки к слушателям, обнимает их. Мне запрещали, но я сбежала от охраны, и я вбежала в огромную толпу. Я с шумом распахнула дверь и побежала к ним, и обняла их всех. Я чуть не спровоцировала давку, когда пробралась в толпу на Лалапалузе. Я чуть не умерла там, как и другие. При личном общении Билли подбадривает поклонников, советует ценить себя, поддерживает в творческих начинаниях. Боже, это очень чисто! Что? Получить положительную оценку на кавер или комплимент от кумира – мощный заряд, особенно для подростка. С приходом популярности Билли все тяжелее поддерживать тесную связь с фанатами, ведь их становится все больше, а проявления любви бывают весьма странными. Как я говорила раньше, во время или после шоу я могла спуститься к людям, и мы бы пообщались. Теперь я так уже не сделаю, и это нормально. Но вот сейчас они, конечно, замечательные, бесценные, потрясающие фанаты, которые хотят для тебя только лучшего. Но бывают люди сумасшедшие, и это не обязательно фанаты, просто обычные люди. Но я очень стараюсь все равно на каждом концерте. В октябре 2019 года Билли признается, что в разговоре с людьми невольно стала вести себя, как на интервью. Говорит только о себе, не спрашивала о собеседнике, и эта новая привычка ее тревожит. Наблюдая за артистами, Билли предполагает, что некоторые даже не задумываются об этом, и в итоге теряют способность нормально общаться. Билли анализирует, как влияет на нее слава. Судя по такой критической оценке собственного стиля общения, она не хочет зазвездиться и потерять человечность. Стремительный успех Билли не вписывается в привычные рамки, поэтому у многих появляется подозрение, что она коммерческий проект, созданный и раскрученный музыкальными корпорациями. В этом есть доля правды. После успеха песни Ocean Eyes, Билли сразу заметили влиятельные лейблы Darkroom и Enterscope Records. Lab Universal занимается размещением ее музыки. Конечно, без существенного вложения денег вряд ли возможно обрести мировую славу за такое короткое время. Но при этом написанием текстов и музыки Билли до сих пор занимается вдвоем с братом в их домашней студии. Сценарий и постановка многих клипов тоже работа Билли. Брат Билли, Финниас, аккомпанирует ей на выступлениях и является продюсером певицы. Кстати, на церемонии Грэмми Финниас тоже получил награду – продюсер года. При этом он всего на 4 года старше Билли. Родители молодых артистов с детства развивали их творческие навыки. И по сей день активно помогают во всем, сопровождают на всех гастролях. Но самое важное для Билли – мощная психологическая поддержка от брата и родителей. Поэтому Билли Алиш – это скорее семейный проект, чем коммерческий. Анализ поведения артистки в разных ситуациях показывает, что ее образ абсолютно искренний и органичный. Билли – типичный представитель своего поколения, ярко отражающий его ценности, проблемы и страхи. Также Билли – типичный подросток, борющийся со своими комплексами и ищущий себя. Менеджеры лейблов, вкладывая большие деньги в артиста, конечно же, ожидают большой отдачи и стремятся к контролю. Но в данном случае они подхватили искренний образ Билли и не стали значительно его корректировать, понимая, что он вполне в духе времени и отлично зайдет подросткам из поколения Z. Естественно, помимо собственного брата у Билли есть целая команда – пиарщики, специалисты по имиджу и другие профессионалы, которые в некоторых моментах направляют ее на артистку. Но, скорее всего, они не ставят ее в рамки поведения и творчества, позволяя в целом оставаться собой и делать то, что нравится. Чего ждать от Билли дальше? Мы разобрали феномен успеха Билли Алиш, но получить быструю славу в современном мире не так уж и сложно. Гораздо труднее ее удержать и остаться в здравом уме. Достаточно ли крепко психика Билли, чтобы популярность не сломила ее? На данном этапе сложно сделать однозначный вывод, ведь она все еще в том возрасте, когда происходит становление личности. Сравнивая три интервью за 2017, 2018 и 2019 годы, можно заметить, как меняется ее настроение, уверенность в себе, отношение к славе. Уже сейчас Билли имеет огромную возможность влиять на сознание подростков, на их самооценку, отношение к проблемам, взгляд на мир в целом. Наверняка со временем ее образ поменяется, но и нынешние фанаты вырастут вместе с ней. При таком уровне популярности в столь юном возрасте есть большой риск пуститься во все тяжкие, как случилось со многими артистами. Например, главным кумиром Билли Джастином Бибером. Вместе с толпой фанатов он приобрел и кучу хейтеров, которые растаскивали каждый его промах на мемы. Джастин начал употреблять наркотики, попадался пьяным за рулем, устраивал драки. Дошло до того, что в интернете появилась петиция с требованием к властям США отозвать у него вид на жительство и депортировать на родину в Канаду. Бибер прошел период тяжелой депрессии и даже на время уходил со сцены. Сейчас он со слезами на глазах вспоминает о своих ошибках юности и не хочет, чтобы Билли повторила его судьбу. Исходя из образа жизни и характера Билли в данный момент, высока вероятность того, что она сможет избежать подобных ошибок. У нее есть возможность заниматься любимым делом в таком виде, как хочется ей. Есть поддержка любящих родителей и брата, любовь и преданность фанатов. Впрочем, в нашем стремительно меняющемся мире сложно что-то загадывать. Так что по живым увидим. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Я уверен, что помимо ютуба многие из вас так же сидят. Сидят в таких соцсетях, как инстаграм и телеграм. Поэтому всех тех, кто еще не подписан, предлагаю подписаться на инстаграм, где я делюсь различной информацией по тренировке, распознавании нейрубального поведения и эмоций. Даю разнообразные упражнения, литературу. По теме провожу прямые эфиры, где налаживаю прямую связь, собственно, с вами, с теми, кто на меня подписан. И буквально недавно начал вести активно телеграм-канал, в котором также делюсь полезной, как мне кажется, практической и теоретической информацией, разбирая различные эмоции. Вот буквально недавно начал делиться девяти главными инструментами по невербальному поведению, как получать информацию о поведении человека, наблюдая за невербальными кодами. И буду продолжать делиться информацией дальше. Поэтому, если хотите впитывать в себя контент по этой теме, пока нет видео на основном канале, приглашаю. Ссылки, как всегда, в описании.